Помолимся. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Сохрани нас в любви и согласии единомыслия друг с другом. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови наши занятия. Господи, моля его и говорил, говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, хочу очистить. И тот час проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за ощущение свое, как повелел Моисей его свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Прокаженный сей достойн удивления, потому что имеет о Господе мысль, достойную Бога, и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Это показывает, что он помышляет о Христе как о Боге, ибо он пришел не как ко врачу, не так как проказа неизлечима руками врачей, но как к Богу, ибо ему одному возможно исцелять от такого рода болезней. Господь прикасается к нему не без причины, но поскольку по закону прикасающийся к прокаженному считался нечистым, то желая показать, что он не имеет нужды соблюдать подобные мелкие предписания закона, Но сам есть Господь закона, и что чистый нисколько не оскверняется от кажущегося нечистым, но что проказа душевная именно она оскверняет. Заповедует прокаженному не сказывать никому о нем для того, чтобы нас научить не искать похвалы от тех, кому благотворим. Но говорит, пойди покажи священнику и принеси дар во свидетельство им, ибо закон был такой, чтобы священник осматривал прокаженных и определял, очистились ли они, и если прокаженный очистился в семь дней, он оставался внутри города, даже если же нет, был изгоняем. Левитам 13 глава. Поэтому-то Господь сказал, ступай, покажи священнику и принеси дар. Какой же был дар? Две птицы. Левитам 14 глава. Что значит во свидетельство им? Значит в обличении их и осуждении, чтобы если будут обвинять меня как преступника закона, убедились, что я не приступаю его. Убедились из повеления тебе принести дар, заповеданный Моисеем. Он во всем подавал нам образец молиться наедине и уклоняться от славы. Вопросы? Вопрос такой. Это же очень смелый поступок был прокаженному зайти в город. Его могли побить сразу камнями тогда. То есть он настолько верил сильно, что он даже смерти не побоялся. Игнат Тихонич, как вы считаете, побили бы его камнями? Раз он в город пришел прокаженный, смелый он поступил. Ну и Вера дала ему такую смелость войти в город. Так, Володя, подойди-ка сюда, чтобы я понял, что надо-то? Повтори, брат. Николай Астахов спрашивает. Вот прокаженный вошел в город. Это он не имел такую смелость и дерзновение по вере. Ведь его же по закону должны были побить камнями. Не запускали же прокаженных в город. Не дозволялось им быть в городе. Это смелый поступок этого прокаженного. Ну в каком месте в городе было, на окраине, мы же не знаем, где это было. Настаивать ни на чем нельзя. Подробностей нету. Ну что, нигде это в укор не поставлено, значит, предположение, что никакого нарушения не было. Потому как ничего не известно дальше-то. Вот мы знаем, что к мертвым прикласаться нельзя. А Господь идет с вдовы Наинской. Он прикоснулся к Адру. Тут одно объяснение, что встретились царь жизни и князь смерти. И кто кого победит. На Христа это не действило никак. А может при нем, как он Господин Субботы, на это внимания уже никакого не обратно. Потому что что исцелить в Субботу? Добро или зло? Они молчали. Возрел с гневом. Подходит и здесь, может быть. Это единственный случай, шанс у него был, что выздороветь. Это второй вариант. Но раз ничего об этом Писание не говорит, как Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Вот так. Никуда не уклоняться. Этот вопрос не надо ставить даже. Отошел. Иван говорит Луки, 5 глава, 17 по 26 стихи. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Ура-Салима, И сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюстом, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому, прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне. Толкование. Он сам узнает, о чем они помышляли в себе. Отсюда совершенно явно, что он Бог. Ибо знать сердца свойственно Богу. Первая параплельпоменон, 28.9 и 2.6.30. Пока мы находимся на земле, мы можем загладить наши грехи. А после того, как переселимся с земли, мы уже не можем сами загладить наши грехов исповедью. Ибо дверь заперта. Вопросы. От Луки 5 глава 27.32. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлина, и говорит ему. Следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его. Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? И Иисус же сказал им в ответ. Нездоровые имеют нужду у врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Мытарь сосуд лукавого и зверь лукавый. Испытавшие жестокости сборщиков знают это. Ибо мытари суть те, кои откупают народные подади, чтобы через то приобрести выгоду и воплотить повинности за собственные души. Господь не только Матфея приобрел, но старался приобрести и других мытарей, с которыми он обедал. Ибо он затем благоволил есть с ними, чтобы привлечь и их. Смотри же, что слышат фарисеи, обвинявшие его. Я, говорит, не пришел призвать праведников, то есть вас, которые сами себя делаете праведниками. А пришел призвать грешников, не для того, впрочем, чтобы они оставались во грехе, но чтобы покаялись. Чревоугодник платит подать плоти яствами. Блудник нечистыми связями, иной иным. А фарисеи надменные и отсеченные бесы. Ибо фарисеи означают отсеченные от других. Ропщут на то, что он ест с грешниками. Лука, 5 глава, 33 по 39 стихи. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся, часто и молитвы торят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют. Он сказал им, можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При чем сказал им притчу. Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды. А иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечит, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит старое лучше. Толкование. Пришествие Господа уподобляется браку, потому что он принял церковь в невесту себе. Поэтому апостолам теперь не нужно поститься. Когда же я буду взят, а они будут посланы на проповедь, тогда они будут и поститься, и молиться, как приготовившиеся к великим подвигам. И иначе. Теперь, будучи слабы и еще не обновлены духом, они подобны старым мехам и старой одежде. Поэтому их не должно обременять каким-нибудь очень трудным образом в жизни. Подобно как и к обветшалой одежде не пришивают новые заплаты. Итак, можешь принять, что старым мехам уподоблены апостолы, как еще слабые. А можешь разуметь, что им уподоблены и фарисеи. Фарисеи. Вопросы. Вот странное последнее толкование, последнее предложение. То есть, либо апостол, либо фарисеи. Можешь так думать, можешь так. Как бы трудно понести, поэтому им и поститься. А фарисеи, в чем они сравниваются? Слабые в том, что они не могут радоваться, когда с ними жених. В этом их слабость такая, что ли, получается. Как Игнать Тихонич считаете? Здесь нужно учитывать, что предположительно сказано. Да, они были еще и не крещеные Духом Святым, и многое мысли по-плоцки. Сесть там справа, с левой руки и проще. Вот сейчас говорили об этом прокаженном. Тут надо учитывать то, что когда они вернулись из Завелонского пленения, многое было утеряно, колено все перемешались. Как? Богородица, Богородица, она не из Левина, это колено. А Елисавета Левина, колено, жена священника. А родство какое между ними будет? Иоанн Затус объясняет, что они перепутали все. Там в плену было не до разбора, этими родословными заниматься. Так и здесь. Господь был рядом. Может быть, о прокаженном уже не соблюдалось. Многое было упущено. Были непослушные дети. Там написано, если не слушается, там, вот и пьяница, родители должны сказать. Рука их первая на нем, его побьют камнями. Ну, а таких примеров мы даже не считаем. Что значит, многое было упущено. И здесь сравнение делает. То есть, ненамного они отличались от того, с кем сравнивается. Только так и понимать. Предположительно. Все. Мне что-то кажется, у вас камера стала хуже работать. Размыты вы? Или только у меня так? Другие как по этому мнению скажут? Скажут. Раньше четко была картинка, а сейчас размыта какая-то. У меня хорошо видно. А вот сейчас вот хорошо. У меня плохо. У меня отлично. Отлично, да. У всех по-разному. Видимо, от скорости интернета, может быть, зависит. У меня вот сейчас тоже четко стало. Значит, плавает. Ладно, глава шестая. Вопрос, да? Что? Вопрос хотела задать Игнатию Тихоновичу. Игнатий Тихонович, вот вы много общались с сектантами. Вы же задавали им вопрос, почему они не соблюдают посты? Что они отвечают? Вот если они изучают Библию, и там сказано о постах, почему же они не соблюдают? Что они отвечали вам, Игнатий Тихонович? Не то, что я был с ними. Это я жил с ними. У них проповедовал десятки лет с кафедры в разных городах. Я поправку как бы делаю. Я не со стороны, как Дворкин там, а я конкретно с ними. Меня представляют, и, дескать, вот у нас православный, мне приходилось четыре раза, четыре собрания одновременно проводить в один день, только. Они где-то в Тбилиси. Ну вот, что на это сказать? Вот они говорят, мы евангельские христиане. Отлично. А раз они евангельские христиане, значит, они не православные называются. Если христиане, нигде в Библии евангельские не представляются христиане. Ну, мы можем, конечно, принять это. Но они выделяют себя именно тем, что они живут по Библии, а все остальное выдумки человеческие. Ну, это ошибка большая, как будто Дух Святой перестал трудиться в первом веке. Они сразу отмахивают в 16 столетие, а теперь уже Дух Святой в них трудится. А что были златоусты, другие соборы, для них никакой роли это не играет, потому что они к церкви никакого отношения не имеют. И поэтому никак их нельзя даже не упрекнуть, ничего. Люди, которые уходят из церкви, то они ничего не соблюдают церковного-то. Как там, венчание, там разные правила церковные, они ничего не знают. И поэтому с ними, когда беседуешь, это все даже не поминай. Я считаю, златоусты, он подряд пользуется неканоническими книгами. Они приняты на Вселенских соборах, в апостольских правилах, 85-е правило. Для них это не существует. Вырвали 11 книг, выбросили. Даже цифра 66, а у нас 77. Даже как-то настораживает это. Что, умные такие? Да нет, в глаза их не видали. Теперь издают они отдельно канонически, а хорошо хоть синодальный перевод. Теперь они говорят, у вас по сцене евангельское, мы должны согласиться. Да, они евангельские. А я их соблюдаю. Какой мне вред от этого? Ну, я просто дальше с ним разговариваю. Да никакого. Мы ничего. Ну, с нас-то как спрашивать? Я говорю, да. Ну, вот если бы сейчас баптисты приняли рукоположение, от себя избрали бы лучших, там, кто называется, старшие предсвитера у них назывались раньше, а теперь зовут их епископами. Ну, и они бы согласились, чтобы им рукоположили двух или трёх самых-самых хороших, неукоряемых ни в чём. Всё. Дальше был бы вопрос другой, но перед рукоположением им сказать, допустим, ладно, вы не будете Божьей Матери молиться. Они говорят, у нас это не принято. Писать, что нам одного Христа недостаточно. Ответ хороший. Но традиция всё сохранила то, что мы к ней обращаемся. Она живая. Нигде не поносить. Да зачем мы будем поносить? Да мы же признаём, что она мать Иисуса. У неё детей не было. А мы считаем, что были. Так не пойдёт. Вы не поносите, но детей не было. Иначе бы не было это пророчество. Те девы вообще примет и родит. Иначе какое знамение-то было бы? 7-14 пророка Исаида. Дальше они говорят, а мы вот, ну, мы теперь будем как церковь. Вы согласны, да? Но вы не трогайте бороду. Мы говорим, ну, как-нибудь. Да никогда этого не было. А у католиков? Ну, смотри, картина Сиксинская Мадонна. 4-й век. Папа Сикс. Папа. Папа-то это не патриарх. Это в Риме. В Ватикане-то не было никакого. И он с бородой. То есть так и было. В Ветхом Завете пророки с бородами были. Да, апостолы. Да, Христос. Да. Ну, это в Ветхом Завете. Нет. Внешний вид человека Бог не пришел изменять. Какой он был, такой и есть. Теперь они говорят, ну, вот у нас женщину в платках. Без платков. Оденьте. Не как у старообрядцев полголовы открытая, если она не замужем. Не надо выдумывать. Если вы им даете, говорите, что речь идет здесь только о замужней женщине, тогда тут через точку запятой идет предложение дальше, что муж, тогда муж относите только к женатым. Тогда юноши, пока не женаты, могут в шапках молиться. Муж молящийся, муж. Это род, говорит, женский и мужской. Их легко взять. То есть есть вопросы, которые мы не можем уступить никак. Но они должны это все принять, чтобы не было бы как. Дальше. Вы собора не признаете. А почему? Мы должны все переговорить. У вас эти вопросы возникают? Да. А бывает, что у вас женщина аборты делает? Да, бывают. Не надо говорить, не бывает. Я говорю, бывают. А измена мужа, жены? Бывает. Особенно у 50-ников. Это обычное явление. И что? Они ко мне на дом приходят. Вот у нас проповедник, он вот впал в прелюбодеяние. И мы вот поняли, что это нехорошее дело-то. Что делать? Я говорю, канон. Канон правила Гангского собора Василия Великого. Если это мужчина прелюбодеяние, это когда женатый был или замужняя была. Вот. И главное правила какие? Мужчина на семь лет, а женщина на девять. А грех один и тот же. Почему? Василий Великий говорит, знаем. Несправедливо, но по-другому пока нельзя. Я с этим согласился, он не соглашается. Мы вас предупредили. А вы на сколько отучаете? Да на три месяца. А он через три месяца опять приходит ко мне. Алексей Барышников. Один из них. И говорит. Опять попался на том же самом. Что нам делать? Я говорю, такого адра захвоза в яму. Он может после этого проповедовать где-то. Но у вас внутри собрания не должен он уже. Все. Он потерял кафедру. Потерял. Видишь. Они не знают, что дальше. А таких случаев сколько угодно. Аборт сделал. Аборт сделал. А правило Василия Великого второе. Отлучается на десять лет от причастия. Эти десять лет на четыре ступеньки. Называет там первое там плащущие. Второе там покаяние какое есть. Дает ему. И последнее купно стоящее. Вместе может стоять до конца. До этого выходить. Пять лет выходить. Семь лет. А последнее два с половиной года. Может пребывать и на литургии и до конца. Но не причащается. Купно. То есть вместе стоять. А они не знают этого ничего. И при рукоположении они даже это взять. И скажут. А мы постоять и соблюдать не будем. Настаивать мы не можем. Но даже сказать. Апостолское шестьдесят девятое правило гласит. Четыре десятницы. Великий пост. Дай пятницу. Вы это можете? Ну мы обсудим. А остальные посты нигде в канонах не говорится. Поэтому можете не соблюдать. Можете. А вот сейчас бы собор отменил. Ну. Православный какой-то. Всемирный-то. Отменили посты. Меня спрашивает. Вы бы стали дальше продолжать постить все? Стал бы. Это полезно. Лишнего веса не будет. Дешевле. Я с простой стороны. И послушание первой апостольской церкви. Хотя некоторые посты уже в восьмом-девятом веке были вставлены. Вот. А у нас не будет праздника. Икон не будет. Без икон спасетесь. Вы даже. Но на иконы не говорите идол. Они не идолы. Определенная щетка. В течение пяти минут я докажу. Но поклоняться нигде не сказано. Хотя перед Ковщегом повергался Аарон. Что ни рубить, ни... Ну и проще. Это согласно. Ну конечно. То есть можно договориться. Но они на это не идут. Им очень привольно это. Сейчас много развелось людей, которые... А я не баптист. Он никто. Сам по себе. То есть... Ну еще сказать. Самость. И вот рассуждая по Слову Божию, и мы скажем им, на посты мы не можем давить. Никак. Я им называю правила. Говорят, а в Библии этого нет? Я отвечаю, нет. Дальше. А Бог будет меня спрашивать, что в Библии нет? Я не знаю, но 12.48 Евангелие Атяна говорит, будет судить по Слову. Вот вчера у вас тут, на нашем, вот где сейчас мы находимся, сейчас-то называют, и там был Василий один. И Васишин, или как там его. И вот вы там разговаривали. И он говорит, вот отец Геннадий Фаст, он священник, но он дает клятву, что он священник не будет нарушать. А написано, не клянись. Вы по-разному там отвечали. Я следил за этим, я ночью мало спал. В первом часу ночью я уже за компьютером был. Второе. Он на клятве там поговорил, а тем, если муж молится с покрытой головой и постыжает голову. А у них такие специально там камеловки. И что ему было Василию ответить? Ответить так, Василий, ты подыскиваешься все, но ты прав. Мы должны признать, умейте признавать, что он прав. Но вопрос стоит так. Но я могу теперь с патриарха его там куколь снять? Нет. А камеловку? Нет. Так он с покрытой головой молится. Он постыжает свою голову, не больше. Его покасается. А ко мне это не относится. Не говорится, что он будет, если в шапке молиться, то от него благодать не исходит. Нет этого. Нет. Но я против и всегда говорю, священники в шапках молятся. Не должно этого быть. Это головной убор. Да это у нас как награда. Я говорю, не обманывайте. Награда, награда. Награда это у меня шапка. Я сделал ее трехцветный в плак. Надежда Васильевна шила. Красно-синий-белый-то. Мне награда, а у вас обман. Ну еще, посмеялись. Вот он говорил о двух вещах, этот Василий. И в этих вещах он говорит, да что тогда, священное писание для вас ересь. Я чуть-чуть не встрял разговор. Я промолчал. Думаю, с чем это закончится у вас? Но я порадовался за вас. Ответы давали хорошие, крепкие. Он подыскивается. Но в данном случае так и надо сказать. Мы не правы. Вот я в университетах вел занятия. А приходили там писятики, адвентисты, кого только не было. Ну вот она говорит, вот так-то и так-то. Сестра меня пустила. Я пообширнее хочу сказать, чтобы понимали. Она баптистская. Меня на квартиру пустила. Деньги не берет, но сказала, иконы, чтобы не ставила. А то на мои братья и сестры придут, и мне неприятно будет. А как я икону-то? Ну, говорит, шкаф поставь, там, закрой, когда тебе надо, там, отдельно, чтобы не видно было-то. И она пришла на занятия и жалуется. Я говорю, ну, сестра-то права. Ты ей дала согласие не вставлять иконы-то? Ну да. Ну да, держи своего слова. У тебя выход есть. Забирай иконы свою в котомку, иди на вокзал, ночуй. Так нет. Ну тогда смирись с этим. Нельзя так. Как доказать, что они неправы? Я говорю, доказывать нечего. Нужно сказать, мы неправы. Тогда ваше слово будет весомое. Я не хочу вас обидеть. Еще раз говорю, вы отвечали, все хорошо. Но в данном случае вот два вопроса, которые он поднимал. И он настаивает, повторяет, а вы как бы не слышите его. Его нет, он может никогда не будет. Он еретик, сектант какой-то. Но в данном случае он говорил правильно, цитируя Священное Писание, нашу Библию. Все, отошел. Спасибо, Христос. Можно вопрос задать Игнатию Тихоновичу? Давай, опять. Я наушники только сниму и опять. Надевай. Игнатий Тихонович, вот вы сказали, что у нас у православных в канонах ничего нет о, получается, рождественском посте, об Успенском и Петровом посте. Есть только о Великом посте и Среда и Пятница. Я вас правильно поняла? Правильно. Остальные посты пришли позже. Иногда через 7 столетий. Да. Второе. Слово Божие нам также не говорит об этих постах. Постился Христос 40 дней, что и мы делаем в Великий пост. И Среда и Пятница тоже соблюдалось у иудеев. Так, скажите, пожалуйста, если человек, будучи православным, перестанет по каким-то, ну скажем, медицинским показаниям поститься, вот те посты, которые не признаны канонами, и Слово Божие нам о них не говорит, все равно, имеет ли он надежду на спасение, или все-таки православная церковь его осудит? Нет, все. Там ничего не надо. Там написано, говорит, да будет извержен. Даже ничего не надо говорить. Вот сегодня вожжи распустили попы. Определенно и четко. А он не будет. Ну, считайте, как мама Яна Хронштадтского ответила ему. Ему врачи, что там, курочки назначили. А мать сказала, не благословляю. И он это потом уже, тогда стал священником, а он в это время семинаристом еще был. Я, говорит, выдержал, а этой болезни никакой нет. Вот еще раз говорю, что ты попробуй сначала. Вот он соблюдает посты. А какой вред от поста-то? Он не евангельский. Ну, польза-то какая? Люди смотрят на нас и пишут, а нет, траву одну едят. Ну, не одну траву-то. И хлеб у нас, в общем-то, и хлеб-трава. Но не наработаешь. А, не наработаешь. Я могу похвалиться моим Господом, ничем другим. Вот, я в армии был, в тюрьме, и ни разу пост не нарушал. Бог мне дал этот страх. А работал на стройке, на второй этаж, тачка, бетон, как катать там проще, целый день. И землю мерзнуть долбить там под опоры где-то. У меня всегда 280-300 процентов. Это не накрутишь такие цифры. А почему? Бог дает силу. Это не от мяса зависит. К слову сказать, ни одной таблетки еще не съел. А вот в июне мне будет 80 лет. Я понимаю, не пища дает, а Бог дает здоровье. Так что, с нас православных полный спрос. Как есть такое выражение, без дураков. Если я православный, вопросы сняты все. Я обязан делать. Вот выступает какой-то шейх и обращается. Ну, шейхи там такие знатные люди, мусульман. Сестра, купи хиджаб завтра же. Сестра, ты мусульманка. Ты мусульманка. Ты не можешь подражать тем, которые так она хочет понравиться. Но вот завтра твой жених лежит в могиле. Тебя туда пустить, он говорит. Ты через два дня умрешь от того, что запах какой идет зараза. А ты для него хотела показывать ноги голые. Нехорошо, сестра, купи хиджаб. Мула выступает об этом. Имам говорит. Шейх, у нас никто не говорит. И поэтому так ведут. Даже у нас в общине при таком порядке нарушений никаких нет у нас. Но мимикрия свирепствует. Еще только закончили уже моление. Выходят женщины у нас, сестры переодеваются. Уже юбка на ней выше земли намного, чем была она. Зачем же? А мусульманка все время... Я привожу пример девочке, 13 лет. Она побежала за водой. Отец крикнул. Стой, Айша! У тебя чулок сполз. Ой, пап, ну что там? Он говорит так. Ты сейчас спасешься, а в это место гореть огнем будет. Она сразу подернула и побежала за водой. Они все смотрят за этим. А у нас никак не смотрят. Никак. И поэтому у них сохранность до брачной ночи 100%. А у нас уже в седьмом классе процентов 80 негожие. Так что вот относительно поста. Посты нам эти не евангельские, оно не полезное. Неполезного церковь не назначила. Она любящая мать. Но наставить, чтобы соблюдали другие, я никак не могу. Я должен сказать, да, не евангельские. Значит, за это у вас спроса никакого и нет. Они говорят, мы постимся, когда нужда есть. Не пьем, не едим. Но я среди них жил. Я знаю, это разговор только. Бывает, некоторые постятся, а другие вообще этого не знают. Сразу голова кружится, я не могу. Разные отговорки. Вот так. Благодарю. Спаси Христос. Слава Христу. Я вот это на себе испытал, когда со мной случилась болезнь, онкология. Ну и врачи мне строго-настрого запрещали поститься. Я только-только к Вере приходил. И думал, ну а как раз великий пост начинался. Я думал, как хорошо, я же болящий, у меня льгота, можно там и мясо, и курочку, и молочко. А с братом Игорем Дубуновым поговорил, он говорит, а тебе, как болящему, особо надо поститься. Я ему поверил. Он поверил, и первый вот этот великий пост выдержал, и сразу пошел на поправку. Но поверь, 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 что именно, да, как и на технике говорит, церковь любящая мать и плохого не посоветует. Поэтому, да и в восточной медицине все болезни, в первую очередь, голоданием лечатся. Даже у собак такого есть, заболел, а глядишь, не пьет, не ест, раз выздорово. Так, а вот, и как раз сектанты, вот этот вот стих-то, они и приводят, что вот они говорят, про постах-то. Они же сказали, почему ученики Иоанновы постятся, а твои едят и пьют. Ну, вот они как бы себя, мы-то Христов ученики, зачем нам поститься-то? А дальше не берут, так вот, как всегда, они его отсекают, поэтому не соблюдают. Ну, может Христов ученики, что нам поститься-то? Вот это вот они могут так лукавить. А дальше, что Христос говорит, и отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Просто тоже свою, как бы, имеют роль определенную. Да, Гня Тихонович? Я добавлю в то, чтобы поститься среду, Иоаннов в среду сделал предательство. Получил сребляненький, а в пятницу, ну, пятница, кровавая пятница называют, Христос был распят. Тут уже вообще разговаривать не о чем. У нас у православных постов со всеми, там, и на усекновение главы Иоанна Крестителя, на возвижении, больше половины постов постных дней. Ну, посты-то у нас что, только пища меняется, меню. Настоящий пост, это ни пить и не есть, ни гроши, ни крошки, ни капли воды. Ну, так считают, что вот Адаму уже пост был заповедан в раю. То-то можно, а это нельзя. Отроки, когда были в плену, в седрах, мясах и обвинага, вот, то можно, а это нельзя, с царского стола. А оказалось, что выглядят лучше даже, чем те. Мне не раз говорили даже при осмотре, это вы мясо не едите, я вообще больше полсталет не ем. И нужды никакой нет. А есть люди-вегетарианцы, они даже рыбу не едят, а мы рыбу едим. Так что не надо этого бояться, что я умру или как-то. Церковь заповедала, значит, оно действительно это нужно. Я говорю о Великом Посте и о Среде и Пятнице. Ну, и то не каждую еще Среду и Пятницу. Есть Масленица сплошное, Святки сплошные, Пасха, Пасхальная неделя. Отошел. Глава шестая, с первого по пятой стихи. В субботу, в первую по втором дне Пасхи, случилось, что ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья или ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда залкал сам и бывшие с ним?» Так он вошел в Дом Божий, взял хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им, «Сын человеческий есть господин и субботы». Толкование. Иудеи всякий праздник называли субботой, ибо суббота значит покой. Часто праздник встречался в пятницу, а эту пятницу ради праздника называли субботой. Потом, собственно, субботу называли второпервой, как вторую после предшествовавшего иного праздника и субботы. Подобное случилось и тогда, и суббота сия названа второпервой, Левитом 24, 5, 6. «Ибо нет ничего нового в том, что меня и тебя называют Сыном Человеческим, а то замечательно, что Он причудного человечившийся называется Сыном Человеческим». От Луки 6, глава 6 по 11 стихе. «Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли Его в субботу, чтобы найти обвинение против Него. Но Он, зная помышления, и сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И Он встал и выступил. Тогда сказал Ему Иисус, «Спрошу Я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить». Они молчали. И, посмотрев на всех, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Толкование. «В сухую имеет руку тот, кто не совершает никаких дел благочестия, ибо рука есть орудие деятельности, а у кого она иссохла, тот без сомнения празден». Итак, кто желает вылечить свою руку, врачует ее в субботу. Не может тот совершать дела благочестия, кто прежде не успокоится от злобы. «Уклонись прежде от зла, и тогда сотвори благое». Псалом 36, 27. Итак, когда будешь субботствовать, то есть, покоиться от злых дел, тогда прострешь руку твою на дела благочестия, и она у тебя восстановится. Вопросы? Лука 6, глава 12 по 19 стихи. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, и Акова, и Анна, Филиппа, и Варфоломея, Матфея, и Фому, и Акова, Алфеева, и Симонова, прозываемого Зелотом, и Уду Яковлева, и Уду Искариота, который потом сделался предателем. И сойдя с ними стало на равном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и Приморских мест, Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Так же и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Толкование. Господь все творит в нашем научении, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться, Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел и не пред лицом многих. И молиться через всю ночь, а не так, чтобы встать на молитву и сейчас же перестать. Избирают учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение, брали за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и Его просили показать нам достойного. А Господь имел силу исходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше. Вопросы? Ну, вот, Игнарь Тихонович, тут некий такой противоречие, что ли. В одном месте говорится, что мы в молитве не были многословны, вот, и лучше как бы пять слов на понятном языке, чем на непонятном, и многословие, язычники сравниваются, те, кто долго молится. А здесь, нам, в пример, Господь, который всю ночь молился, то есть, с одной стороны, как бы продолжительная молитва поощряется, а с другой стороны порицается. Как вот? Ну, когда не поощряется, тогда, когда она о мелочах жизни своей. Или бывает молитва длинная. Вот, и заметьте, в церкви молитвы все короткие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков аминь. Все. Другая молитва. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Все. Царю Небесный прочитали, вот уже третья молитва. Отче наш, четвертая молитва. Краткие молитвы, это уже составляет моление. Так что одно другому не противоречит. А другие начинают молиться, но об одном и том же. И при том, подробности все. Я как-то остановился на крыльце Покровского собора, а бабушка одна вышла, видно, внука взяли. И вот она стоит, и, Господи, Юру-то моего внучка-то взяли, так ты там, Господи, постарайся для него. Вот кто у них там, начальник какой, командир отряда, ты его потревожь, чтобы он не трогал моего внучка-то. И командира воинской части тоже, так, и полковника-то у них, Господи, присмотри, да, Божья Матерь, да, своим семафором покрой его. Ну, баба, да, все понятно, а бабка как будто военно обязана, перечисляет все звания там, от капитана до генерала. Ну, скажи, Господи, сохрани его, и мысли направь к горнему. Через армию-то его хоть глупо научат чему-то. Он, бывает, никакой парень-то. Вот тебе длинная молитва, а толку-то. А он там заворачивает, курит. Да кто сейчас не курит? Вот я все. Вот я вижу, двое крестятся. Креститься пришли. А креститься-то, ну, надо раздеваться. А поп крестит, а он узнал, что кто я. А в алтаре у него служит мой брат. Это в Тобольске было-то. И вот он, теперь надо раздеваться им. А он-то не приготовился к этому. Там что-то сбрызнул, маленько и все. А когда увидел, что я стою рядом, и потом хотел с ним поговорить, он перепугался. Ой-ой-ой, да меня архиерей теперь снимет. Да как же я так? Это оплошал-то где? Вот пробило его маленько, и глядишь, он другой раз делать не будет, так как не надо. Вот молитва у него сразу пошла другая. Господи, спаси меня от архиереи. Вот достаточно этого. Так что краткие молитвы должны быть. И духовные. Простите, духовного, а не телесного. Хотя и телесный, нам разрешается хлеб насущный, подавая нам хлеб, одеяния и жилища. Об этом можем проситься, не сомневаюсь, просить. Вот три специальности, которые необходимо человеку освоить, хотя бы в малой степени. Все. Спасибо, Христос. Евангелие от Луки, 6 глава, с 20 по 23 стихи. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо вы насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и понесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Толкование. Господь, рукоположив учеников, через блаженство и учения приводит их в более духовное состояние. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению поношений. Подобно как горе назначается в удел тем, которые богаты в нынешнем веке, о них говорит, что они получают утешение, то есть здесь, в настоящем веке, вкушают радость, веселятся, наслаждаются удовольствиями, получают похвалы. Устрашимся, братья, так как горе тем, кто имеет похвалу от людей, ибо должно заслужить похвалу и от людей, но прежде от Бога. Вопросы? Евангелие от Луки, шестая глава, с 27 по 36 стихи. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствую взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймит, даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым И так будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд Толкование Апостолы имели быть посланы на проповеди, потому ожидали в себе многих гонителей и наветников И так, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить То солнце Евангелия погасло бы Поэтому-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам Но все случающее, если переносить мужественно, будет ли кто обижать их, или неправильно злоумышлять против них Так и сам Он поступил на кресте, говоря Отче, прости им, ибо не знают, что делают Лука 23.34 Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь любить врагов невозможна Он говорит «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим И будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к себе самому других Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны и непамятозлобы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым Видишь ли врожденный закон в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал «Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» Иеремия 31.33 Потом предлагает ему другое побуждение Именно «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым Итак, чего вы желаете? Грешникам ли быть подобными или Богу? Потом убеждает и кончиной, и наградой Ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу» Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина «Евангельское солнце будто погасло в православии Христос ни разу нигде не сказал «Совершай богослужение, обязательно каждый день по четыре часа, и чтобы литургия непрестанно совершалась» Об этом нет ни слова, ни полслова Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих Деяния 18.9 Господь же в видении ночью сказал Павлу «Не бойся, но говори и не умолкай» Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время Или мы оказались в его миссионерском путешествии Починились бы мы ему, его ритму жизни Или сразу на него сделали донос И сковали бы на него литургические вериги И принудили бы его отпевать всех мертвецов Коринфи и Ариапаги Освещать воду в Тибре для всех римлян И делать все, что делают сегодняшние пастыри Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему Если бы сегодняшний Синод все-таки сумел бы арестовать Павла И замкнуть его уста То как бы мы обратились к Богу, если не было бы его посланий Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить То солнце Евангелия погасло бы Вопросы? Час прошел Пожалуйста, время ваше Задавайте вопросы Игнать Тиханчу Нет вопросов ни у кого Игнать Тиханчу, есть чем поделиться Вопросы не задают Я сейчас только перед занятиями Прослушал новый ролик про группу Дятлова Которые погибли на перевале Девять человек Несколько лет назад мы тут беседовали Игорь Добунов мне вопрос задавал Вот это НЛО теперь подчеркивает Особенно Летали в этот день там И все остальное Что ребра переломаны были Снаружи ни одного даже удара не было Изнутри Изнутри Ребра переломаны у многих Оказывается в списках Там многое было изъято Когда у них внутренности взяли на проверку И опять тоже говорят Ну прям все говорит о том Что это сделали нечистые духи Это гора Не всходи туда Там как было Гора мертвецов А сейчас говорят А там другое название То есть круть отвертят А теперь приехали туда Почему этих теперь не убивает демоны Они приехали И там на соснах везде иконы прибили Повесили Вот Там никак нельзя понимать Я подробно это объясняю И как будто не слышали Варвара Лыкова Варвара говорю это Вот поехали к ней туда Агафьи-то И показали фотографию Она не знает кто это Она только взяла Ой да они все мертвые И лица-то каких у них там Черные Страшные А когда сказали Они погибли на горе Ой она опять заохала Да вот нечистая Та сила людей убивает И там Коровин выступал Такой черной одеждой Он прямо об этом говорит Что угодно придумывает То там американский спецназ был То Атомная Не атомная Вакуумная бомба А сейчас говорят Вакуумная была Она затащила всех Там ничего не осталось бы Ну что попало Ну почему не признают А вот вспомнишь Валант сидит Разговаривает Когда Ну когда Он говорит Борелиозу то Что голову отрежут Бога нет Бога нет Сидит еще рядом Иван бездомный то говорит Галкин Он говорит ладно А дьявол есть И дьявола нету Он захохотал Ну что же так нет Ничего сегодня нет Ни дьявола Ни бога Ни дьявола Ни бога Вот Братья Карамаза Вон там Педр когда сидит с Алешкой Говорит Сыновья перед ним Он Давай Алешка Серьезно только Бог есть или нет Он говорит Есть Ивана Бог есть или нет Нет никакого бога Так тогда все Это Не надо А если ничего не надо У тебя все отнимут Революция будет Грабь награбленная А нехай монастырек Тогда Алешкин стоит Достоевский вывел Я вот это все Поднял сегодня Ну должен выставить Все так еще раз Под новым роликом Дескать Мы Разоблачили Узнали Какая причина Что погибли А отзывы идут Узнали А почему же не сказали Кто остались живые Что там было сказано Они отчего бежали Демоны явились Они с обратной стороны Палатку разрезали Побежали раздевшие Они ума лишились Бесы вошли внутрь Начали их ломать Больше ничего Тогда понятно Что такое НЛО Это вот Когда было Там взрывы какие-то были Вот Это все понятно И демоны Демоны Погубили их Это все вопросы Сразу снимают Не надо там Выискивать На анализы Берут земля И что интересно Вертолеты два полетели Разбился Полетел самолет Над этим Разбился После этого Один летчик-то и сказал Говорит Я узнал Говорит Узнал Что это такое Сегодня у меня облет Последний раз Но уже из полета не вернулся Кто его Ракеты сшибали Ну ясно дело Что бесы Группа Дятлова Погибла от бесов Там живут манси Сейчас скрывает Говорит В эту ночь Шаман там Манси народ Они шаманисты Он говорит Всю ночь бесновался В бубен колотил И кричал Девять человек До этого погибли охотники И здесь девять Их было десять Но один заболел Девять И все Никак И бога нет И дьявола нет Что такое сегодня Еще вопросов нет Так наверное Можно и дальше идти Если вопросов-то нет Давайте пойдем дальше Лука 6 глава С 37 по 40 стихи Не судите и не будете судимы Не осуждайте и не будете осуждены Прощайте и прощены будете Давайте и дастся вам Мерую добрую Утрясенную Нагнетенную И переполненную Отсыплют вам Лона ваша Ибо Какую меру Мерите Такой уже Отмерится и вам Сказал Так же им Причу Может ли слепой Водить слепого Не оба ли Упадут в яму Ученик Не бывает Выше своего Учителя Но и усовершенствовавшись Будет всякий Как учитель его Толкование Господь отсекает От наших душ Самую трудную болезнь Разумею Корень высокомерия Ибо кто Не надзирает За самим собой А только за ближним Подсматривает И желает Его опорочить Тот очевидно Плененный Высокомерием Забыл Самого себя Он высокомерно Думает о себе Что он Не грешит И поэтому Осуждает Других Когда они Грешат Итак Если Не желаешь Быть осужденным Не осуждай Других Ибо Скажи Пожалуй Почему ты Другого Осуждаешь Как преступника Божественных Законов Во всем А ты Сам Разве Не Приступаешь Божественного Закона Не Говорю О других Грехах Тем Самым Что Других Осуждаешь Ибо Закон Божий Решительно Повелевает Тебе Не Осуждать Брата Значит И ты Приступаешь Закон А будучи Сам Преступником Ты не Должен Осуждать Другого Как преступника Его Судья Должен Быть Выше Природы Впадающий В грех Итак Отпускай И тебе Отпущено Будет Давай И тебе Дано Будет Заодно Твое Благодеяние Тебе Заплатят Бесчисленными То же Самое И Об Осуждении Ибо Осуждающий Получает Той же Самой Мерой Когда Его Впоследствии Осуждают Поскольку Он Осуждается Более Как Осудивший Ближнего То Мера Сия Преисполнена Господь Сказав Это И запретив Нам Осуждать Повелевает Нам И Притчу То есть Пример Он Говорит Осуждающий Другого И Сам Те же Грехи Делающий Скажи Пожалуй Не Подобен Ли Ты Слепцу Руководящему Слепца Ибо Если Ты Осуждаешь Другого А Сам Впадаешь В те же Грехи То Вы Оба Слепы Хотя Ты И думаешь Что Через Осуждение Руководишь Его На Добро Но Ты Не Руководишь Ибо Как Он Будет Наставлен Тобой На Ученик Не Бывает Выше Учителя Если Поэтому Ты Мнимый Учитель И Руководитель Падаешь То Без Сомнения Падает И Руководимый Тобой Ученик Ибо И Приготовленный Ученик То Совершенный Будет Таков Каков Его Учитель Вопросы Ну Игнать Тихонич Когда Обличаешь Кого Нибудь А в ответ Тебе Вот Такую Фразу Не Судите Да Не Судимы Будете Что В ответ На Это Сказать Микрофон Включить Игнать Тихонич Вы Говорите Два Глагола По Смыслу Совершенно Разное Судить И Обличать Ты же Вопросы Задал Так Что Никак На него Не Ответишь Если Нельзя Судить Значит И не Судить Выносить Приговор Все Пропал Ты Все равно Делай Какую-то Оговорку Что Если Не Покаяться То Это Смертный Грех Так Можно Сказать Вот Такое Дело А Обличать Мы Призваны Обличать Слово Божье Для чего Для Наставления Для Обличения Для Разумления Все Перечисляется Как А не будешь Обличать Из Икииля 3.18.20 Он погибнет А его кровь Господь говорит С тебя Зыщу А если Обличал Он не принял Он погибнет Кровь его На его голове А ты Спас Свою душу Так что Обличать Необходимо Но Какая Будет Реакция Кому Как Сказать Вот Интересно Ферберт И фамилия Его указывается У немца Вот Самый Самый Плодотворный Был Подводник Только За один Выход В море Он потопил 8 Больших Судов Берегов Америки Ну Он Самый Главный Подводник И жил 105 лет И вот Ему Награждать Гитлер Стал Ну Праздник Тут Адмирал Флота Денис Там Все А он В это Время Когда Стали Ему Самая Высшая Награда Как у нас героя дали Там Особый крест А он В это Время Стал Обличать Гитлера Вообще Чего Не ожидали Вот так Не надо Бояться Он Говорит Вот здесь Неправильно Делать Вот надо Не так А вот так Делать Где-то Все так Ахнули Что теперь Будет А ничего Не будет Он Сказал Правильно Не надо Бояться Взвешать Надо А то Женщина А я Пойду Священника Обличу Тебе Не положено Сиди Дома Двое Другие Жена Да Молчит А я Вижу Что он Неправильно Поступает Ну Помолись О нем Прежде чем Что-то Сказать Я Говорит Скажешь Сто раз Пожалеешь А не Скажешь Только Один раз Пожалеешь Выдержишь Или Не Выдержишь Что в ответ Ты все Это Просчитай А что Ждать Не надо А Обличать Надо Вот и Все Нет Ну Вот Когда Такая Реакция На Обличение Ну Хорошо Ты Ты Вышел На Поле На Тропу Войны Вышел И Что ты Хотел Ты Еще Значит Достигла Не Тот Друг Кто Медом Мажет А кто Правду В глаза Скажет Ты Постарайся Ему Это Сказать Ну Тогда Промолчи Раз Боишься Этого Вот Зачем Вылез То Нет У Шасси Вылез Все Начало Обличать Ирода Значит Голова Будет На Блюде Зачем Вылазил То Он Все равно Не Оставил Ее Как Жил Сардиад И Так И Живет А Головы Нет Величайшего Пророка Мы Лишились А Это Уже Не Суди Бог Усмотрит То Если Когда В ответ На Обличение Тебе Говорят Не Судите Да Не Судим Будете Это Говорит О том Что Человек Не Принимает Обличение И Просто Остается Когда Говорят Главное Говорят Это Попы Когда Выходят Не Суди В этом Заложен Один Смысл Не Трож Меня Больше У него Ничего Там Нет Он Он Судит Всех Он Прямо Осуждает Как А Златоуст Говорит В храме Никогда Человека Которого Обличают Не Называется По Имени Чтобы Не Стал Более Бесстыдным Я Стою В храме И Он Меня Видит Священник И Меня Называет И Говорит Вот У Нас Люди Появились Такие А Как На Виктора Там Говорили Они С Сами Как Американские Шпионы Какие А Другой Говорит Подумайте Братья И Сестры Люди Появились Призывать Жить По Евангелию Да Кто Когда Жил По Евангелию Это Вина Такая Это Не Один Не Два Раза А Другой Говорит Священник Благочинный У Нас Барнауле У Нас Люди Появились Которые Понимаете Что Учат Людей Что Они По Плоти Как Мы Во Плоти Он Туда Зашел А Там Два Наших Священника И Они Говорят Отец Николай Так Так Написано У Павла Да Вы Что Ну Теперь Наверное Стучат Архиерею На Меня Надо Выходить Обличать Конечно Как Обличать Я Писал Обличительные Письма Всем Генеральным Секретарям Всем Патриархам Писал Начиная С Пимена И писал В ООН И Пришел Даже Ответ Масонов Обещал Вы Стремитесь К Мировому Владышеству Вот Это Толерантность И Прочее А Евангелия Не Знаете Как Вы Будете Отвечать За Народ Который Развратили Так Меня Первый Секретарь Горкома Партии Вызвал Здесь Барнауль Это Выписали Письмо Горбачеву Кажется Я говорю Я писал Ну Поговорили Так Я думал Он Какие-то Меры Примет Нет Я Как-то Написал Стихотворение О том Что Воскресение Христово Низвергло Рим Пойдет КПСС В аккордах Радуги Иудина колена Христос Воскрес Воистину Воскрес Так Меня Как Зацепил Там Рор Режимно Оперативный Работник Полковник Это вы Против партии Я говорю Она уйдет С арены Ее не будет Потому что Она все Злодействует Кровавая комариль Я Говорю Так в библии написано Он говорит Написано Я говорю Ну наверное Так и будет Сразу изменился Ты никогда не пьешься Ты говори Как есть А или иначе Молчи Молчи Что Бог Выдвинул Какого-то человека Который Это бремя Понесет И когда Будут его Распинать Ты не кричи Хоть распни Из тебя Этого Довольно Можно вопрос задать Сергей Для этого сейчас Время есть Не спрашивайте Время на это Не тратьте Задавай сразу Вопрос Вопрос такой Есть люди Которые Внимательно Следят За событиями В своей жизни И Некоторые события Воспринимают Как знаки От Бога От Всевышнего То есть Предупреждение В чем-то Или Предупреждение О некоторых Изменениях В их дальнейшей жизни К лучшему Либо к худшему Вот скажите Пожалуйста Есть ли у нас У православных Вот такое Что Господь Нам дает Вот эти знаки Или это Просто Суеверие Ну как Суеверие Он должен знать Что Господь Повелевает Я хотел бы молчать Я усиливался Иеремия говорит Но внутри меня Как разлитый огонь В костях моих Был Тут никак Нельзя на это Ты Не имеешь Этого Это дерзновение И Бог тебя Не пускает На это дело Щадит тебя Ну и молись Молчи и молись А другому Не препятствуй Зачем под эту Колесницу Ноги подставлять Отопщат тебе Ее То есть Я так понимаю Все таки Господь дает нам Знаки в жизни Конечно Стань Пойди Обличи Я говорю Представь Генеральным секретарям Партии Я писал Всем какие были Андроповы Черненко И очень И очень много Обличительного А патриархом Писал Я говорю Никон говорил Я коростовал И вы со мной За мое небрежение Окоростовали Почему не учат народ Непонятный язык Церковно-славянский Там не Никакой там Древнеправославный Церковно-славянский Люди-то не знают Столбами стоят Это готовая пища Для волков Я им всем писал Об этом Не просто говорил А обличал Как вы помирать будете Столько людей Даже одна душа Погибнет По твоей небрежности Ты не проповедовал Говорит Златоус О священник Тебе всей жизни Не хватит рассчитаться Я говорю Их миллионы гибнет По сектам Везде ползут И от добра Ищут добра Ну один другой Там Свихнулся Но Большинство-то людей Они думают Ну как спастись А тут раз Мне вот одна пишет Ей 84 года Яговистка Она ходила Говорит Всегда в церковь Я подхожу к батюшке Батюшка Отец Панкратий Вот Мне охота Евангелие вот знать Вот как бы это Чтобы знать-то Ты ходишь в церковь Она говорит Все время хожу Причащаешься Да, причащаюсь Ну что тебе еще надо-то А хочу знать Прошло время Там сколько Месяц Она опять к нему Отец Панкратий Ну вот Как это понять Разъясните мне Ох, Марфа, Марфа Ты плохо кончишь Зачем же тебе это знать-то Однажды звонят Она открыла дверь Две прекрасные девушки стоят А мы Вот Приглашаем на занятия По Библии Ну заходите Все И она ушла В свидетелей И она Мне подробно Все пишет У меня Инвалидность Вторая группа По глазам А сама В каждую строчку Пишет Клеточку Чистый такой Почерк Я ей книгу Она ищет Почему никаких курсов По изучению Евангелия Специально подослали Чтобы Друг на друга Натравить людей Никогда Не Не голосуй за это Что правильно Наказали Гнатий Тихонович Вот Скажите пожалуйста Можно ли Как-то Определить Есть ли Какой-то Критерий Того Что Вот Знак От Бога Человек Получил Или Это Излишняя Мнительность Вот К примеру Мы знаем Что Если Во сне Ты Видишь Крест Это Сто Процентов Сон От Бога Вот А вот По этим Знакам Есть ли Какие-то Критерии Ну Вот Только Одно Иоанн Касьян Об этом Пишет Если Ты видел Распятие Крест То Это От Бога Сатана Может Христа Показать В видении Божьей Матери А крест Не может У него Материала Нету Потому Что Он Остановлен На смирении Перед Богом А он Терпеть Этого Слова Не Может Вот Так Выяснили И я Убежден В этом Точно Так же Бывает От Бога Бывает Конечно И бывает И не раз Иногда Предупреждают Я вот Стою Я говорю Такой сон Интересный Видел А дома Никого нет Одна Надежда Василина На второй Строительной Еще были Я говорю Вижу Ко мне Приходят Два Человека Мужчины И один Останется Здесь А другой Уйдет И говорят А здесь Нависла Скала Над нами Прямо Как Может Задавить Я ей Рассказываю А перед этим Только Я начал Готовить Материал Масонства Начитывать Архипелаг Гулаг И Жития Святых 20 века И трагедия Русской Церкви Это разные Материалы Которые Будут в обвинении Когда меня Будут судить Я еще Ей сон Рассказываю А в это время В дверь стучат Я открываю Два человека Стоят Я с ними Поговорил Один сразу Поверил А остался А приехали Узнали Обо мне Их баптисты Направили Что есть человек Православный Писание знает Бога любит Все Он остался Здесь И мы начали Насчитывать Это кто Стал Яковлев Геннадий Михайлович Историк Отворенный Племянник Суслова Главного Идеолога Советского Союза Потом Которому Он станет Иеромонахом Григорием Гена И вот Убьет Который Назывался Кришнаит Кришна Повелел Голову Отрежет И на престол Бросит А вокруг Обойдет И он Потом еще Гена Геннадий Михайлович Счастливые дни были Когда мы были вместе И насчитывали все Он открыл ему Я говорил Ты никогда не открывай Ну что бояться Не открывай 10-17 Евангелия от Матвея Говорится Остерегайтесь людей Ибо они будут Предавать вас Он только открыл дверь-то А этот Кришнаит Который назван был Он его Заточенный электрод Прям ударил в горло Сразу его И дальше начал Пирощином ножиком Отрезать голову Зачем открыл? Ко мне днем звонят 12 часов Я не открываю Что вы боитесь? Конечно боюсь Да я одна Ваша жена тут пирожки пекла Я хотела вот А я тогда выше поднялся Со второго этажа Там Двухэтажный дом-то И вниз глянул А там она говорит со мной А два мужика Два мужика здоровых Прижались Стоят рядом Зачем? Береженого Бог бережет А тот открыл А чего Игнатий боится? Я боюсь Я не открыл А ты не боишься Тебя уже нет Будьте благоразумны Игнатий Тихонович Вы сейчас Акцентировали внимание На том распятии Которое мы можем Видеть во сне Что это сон от Бога А я вас спросила Немного о другом Не о сновидениях А о нашей реальной жизни Когда мы В сон от Бога Определяй по слову Божию По слову Божию Я понял Я сказал о том Что видение было Или сновидение А это недалеко от того Что тебе Господь внушил Без всяких сновидений А как ты решил? Я не знаю Я встал на ночную молитву Я говорю летом было Там на меня нападения Были большие Я начал молиться А молитва прерывается У меня как Выползает Я не вижу Но как бы И написано Подай в суд на прокурора Который против идет Я отвергаю эту мысль Она опять Я тогда стал об этом молиться Господи Может соблазн какой Обольщение Или на прокурора подать Да как же это Никаких Тогда я Только расцвело Я скорее поехал К Игорю Барабашу И к батюшке С Еленой там поговорил Написал в Марнаул Тут знаком Все говорят Оригинально А те говорят Еще тут особенного нет Я скорее тогда К нашему юристу Он говорит Дело-то не выгорит Там ничего нет Они друг за другом И нет 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 Но я говорю Да ничего не будет Так и получилось Я подал в суд А они что Вернули мне Потому что у меня нет Высшего юридического образования Я говорю Так я за неделю Как могу окончить Пять курсов-то А я вот это Что мне было Показано Мысль Я вижу Что правильно Дальше Как это было И как дальше И чем сейчас По сегодняшний день Пока прокурор Ничего плохого Он не сделал Ну я правда Писал И Путину И Поклонскому И Жириновскому И Медведеву И в Думу И ответ Я там всюду И генеральную прокуратуру Из-за лагеря Чтобы Постройки стоят На навозной куче Ни одного квадратного метра Сельхоз в угоде Это не испортили Девять соток всего Девять соток Девятая часть Сотая часть От гектара На навозной куче А теперь Это не лагерь Я превратил их В музей И музей передал В пользу деревенских Чтобы люди приезжали Музей-комплекс Для бедных лагерей Называется Чтобы люди научились Я 45 лет начальник был Еще два года Добавил Сейчас по домам Уже 47 лет И государство Ни рубля не вложило В нас Тысячи детей отдохнули Я хочу Чтобы Три миллиона Беспризорных Как пишут Чтобы они обрели Настоящие Ну То что Послужит к исправлению Нашлись люди Которые так же Будут работать Как я И Сами доставать Все И дети Чтобы отдыхали Твои дети Сколько лет у меня были Разве им плохо было С 15-го года Ну вот Он Дробот Мать умерла Они уже нынче Девятый год были Девятый Четверо ребятишек Я же бесплатно содержу Волк Говорит Ноги кормит А еда Это хорошая Все у нас есть Мало того Там Ваня тогда работал Я его деньгами Это одарил Как Он тут пришел Тут В шок Говорит Я ему заплатил Раз в 20 Больше Чем договаривались Да Я помню Этот случай Благодарю вас За ответ Спаси Христос Сергей Тебя благодарю За занятие Благодарю за вопрос Завтра Виктор Николаевич Будет Занятие вести Противосектантское Приходите Сейчас у нас Там о церкви идет О священстве Ну что Помолимся Достойно есть Якова истину Блажит И Тя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Бессравнение Серафим Безыстрения Бога Слово Ручую Сущую Богородицу Тебе Величаем Гнат Тихонич Молитесь Любящий Наш Отец Небесный Благодарим Тебя За милость Оказывай Нам И в этот Вечер Позволю Нам Открыть Святую Библию И Углубиться В слова Твои Дивный Наш Спаситель Благодарим Тебя За Голговскую Жертву За пролитую Кровь Господи Услышу Нашу Молитву Родных И близких Обрати Их На путь Покаяния Даруй Духовное Рождение Правителям Священству Патриархам Епископам Помилуй Нас Господи Соделай Нас Добрыми Сосудами Духа Святого Тебе Господи Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спаси Христос Аминь Спаси Христос С Богом Аминь Софья Звать И Завтра Должен Вернуться Виктор С Ларисой Они Уехали За границу Там То ли Отпуск Или что Чтобы Господь Возвратил Их Богу Слава Да Помилуй Ты Господь Слава Слава Незавтра Слава Слава Слава